И далее шейх говорит, «Ва марати буль кадари арбаун». Из степеней веры в предопределение четыре. То есть предопределение имеет четыре степени, вера в предопределение имеет четыре степени. И не будет вера человека действительно до тех пор, пока он не воплотит в себе веру во все четыре степени, которые утверждены Кураном и Сунной, на которые мы будем приводить без нилля довода. Первая степень – «Аль-Ильм». Что значит «Аль-Ильм»? Знание. Автор говорит, «Ва ну-мину би анна Аллаха та'аля бикулли шей ин алим». Мы веруем то, что Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, знает абсолютно все. «Алима ма кана, ва ма якуну, ва кейфа якун». Знает то, что было, то, что происходит и будет происходить, и каким образом это будет происходить. То есть Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, знает подробности всего. Не так, как говорят некоторые заблудшие люди, то, что Аллах, Субханаху Аталя, да, он обладает знанием, но не в подробностях. То есть не все, какие-то общие у него малюматы есть, общие сведения о вещах, но все не знает. Нет, мы говорим, это не из убеждения Ахли Сунного Аль-Дяма. Из убеждения Ахли Сунного Аль-Дяма, что Аллах знает абсолютно все в подробностях. Что было, что сейчас происходит, что будет происходить. И как зачитывали слова шейху ль-Исламу Минтайме, что он сказал «Ва ма лям якун ляукяна кейфа якун». И даже то, чего нет, но если бы оно было, то каким образом бы оно было, то как бы это произошло. Доказательство этому есть в Куране, в Священном Писании Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя. В Суре Алян'Ам, Аллах, Субханаху Аталя, приводит один из аятов, говорит «Ва ляутара, из выкфу аляннари, фа калю, я лайтана нурадду, ва ля нукэззиба би аятена, би аяте Раббина, ва накуна мин аль му'менин». Приводя слова неверующих, Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, говорит «Если бы ты видел их состояние в то время, когда они будут предстоять перед огнем, фа калю, я лайтана нурад». И они скажут «О, если бы мы были возвращены обратно в эту жизнь, ва ля нукэзиба би аяте Раббина, тогда бы мы никогда не сочли ложью знамение нашего Господа, ва накуна мин аль му'менин». И были бы из верующих, и стали бы из числа верующих, Аллах, Субханаху Аталя, продолжает и говорит «бал бада лахум ма кану юхфуна». И вот проявилось то, что они скрывали, мин кобль, до этого. «Если бы даже они были возвращены на этот свет, то они непременно бы опять вернулись к тому, что было запрещено им, и воистину они являются лгунами». После того, как неверующие попадут в огонь, возможно ли то, что они опять будут возвращены в эту дуню? Возможно это или нет? Нет, невозможно, этого не будет. Но однако, тем не менее, Аллах, Субханаху Аталя, передает их слова, то, что они скажут «Если бы ты нас вернул, мы бы были из числа верующих». Аллах, Субханаху Аталя, говорит «Нет, даже если бы вы были бы возвращены, вы бы все равно остались на своем неверии, вы бы все равно остались на том, что было вам запрещено, и воистину неверующие являются аль-кадибун, лгунами». Аят указывает на что? На то, что даже какие-то вещи, которые невозможны, которые предопределил сам Всевышний Аллах, что этого не будет, он говорит, что если бы это было, то как бы это было. Потом вспомните аят из суры «Му'минун». Аллах, Субханаху Аталя, не взял себе ребенка, не взял себе сына. И нет наряду с ним иных господ. И даже если бы был кто-нибудь еще, помимо Всевышнего Аллаха, если бы был еще какой-то Господь, еще какой-то Творец, то непременно каждый из них забрал бы то, что он сотворил, и один возвысился бы над другим. Это недопустимо, это невозможно, чтобы помимо Аллаха были Творцы также. Но Аллах, Субханаху Аталя, говорит «Даже если бы был, то что бы было, что бы произошло, каждый из них взял бы то, что он сотворил себе, и одни бы все равно возвысились». Но другими кто-то бы один остался. И причисто Аллах от того, что предают ему сотоварища. Первая степень заключается в чем? В знании. То, что верующий человек уверен, убежден в том, что Аллах, Субханаху Аталя, знает абсолютно все. Автор поэтому говорит «Знает все, что было, что будет, то, чего нет, но если бы оно было, то как бы оно было? И его знание описано такими вещами, как Азали и Абади. Что значит Аль-Ильму Аль-Азали? Аль-Азали, то есть Аль-Кадим, безначальное знание. Безначальное знание, у которого нет начала. Знание, которому не предшествовало незнание. Знание, которому не предшествовал Джахль. Потому что знание людей, каким бы большим оно ни было, оно описано тем, что этому незнанию предшествовало невежество. Так же, как Всевышний Аллах говорит «Валлаху ахраджакум минбутуниум махатикум ля та'алямуна шей'а». Аллах, Субханаху Аталя, вывел вас из утроп ваших матерей, в то время, как вы абсолютно ничего не знали. Затем человек что? Аллах, Субханаху Аталя, наделил его слухом, зрением, для того, чтобы посредством этого он набирался знанием. И так же, знание Всевышнего Аллаха описано тем, что оно абадий. Абадий, то есть, никогда не кончится. Опять же, бихиляф и линцен, в противоречии знаниям рабов Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя, которые, что даже если человек обладал каким-то знанием, то иногда настигает у человека какая-то болезнь или даже просто старость, и он забывает, так ведь, то, что он знал, как маразм, то есть, начинается уже не забывает то, что он знал. Даже Суру Фатиха может забыть, так же, который он по 17 раз в день читал. То есть, знание человека не описано тем, что оно абадий, аль-илм аль-абадий, постоянно. Поэтому Аллах, Субханаху Аталя, говорит, ля ядылю Робби, валя янса, что касается Господа, то он никогда не ошибается, не заблуждается и не забывает. То есть, Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, не описывается тем, что его знанию предшествовало невежество, и не описывается тем, что после его знания прибудет к нему забывчивость. Это что касается первой степени, степень о знании. То есть, чтобы человек уверовал полностью в предопределение Всевышнего Аллаха, он должен уверовать во что? В четыре степени. И первое из этих степеней, это как раз знание. То есть, человек должен быть твердо убежден, что Аллах, Субханаху Аталя, знает абсолютно все в подробностях. И не предшествует этому знанию невежество, и никогда это знание не исчезнет, никогда Аллах, Субханаху Аталя, этого не забудет. Аллах, Субханаху Аталя, аль-алим, всезнающий, знает абсолютно все. И точно так же можно отметить то, что под знание Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя, относится то, что Аллах, Субханаху Аталя, знает о деяниях своих рабов. Почему я на это уделяю внимание? Потому что есть некоторые группы, заглубочные группы в этом вопросе, которые говорят о том, что Аллах Субхана Хваталя не знает о деяниях рабов. Или делают исключение в знаниях Всевышнего Аллаха Субхана Хваталя. Абсолютно все. Из всех прошедших дел, то есть из того, что уже совершил человек, и из того, что будет совершать человек. Будь это дело хорошее или будь оно плохое, все это знания Всевышнего Аллаха Субхана Хваталя. То, что мы сейчас, допустим, прочитали, Саляту Аср, все вместе, Аллах Субхана Хваталя знал об этом? Знал. Но, если Аллах Субхана Хваталя продлит, допустим, нам жизнь, и мы прочитаем также Саляту Аль-Магриб, или мы не знаем об этом, прочитаем мы Саляту Аль-Магриб, или не прочитаем, выгонят нас отсюда, или кто-то из нас помрет, или так далее, так далее, так далее. А Аллах Субхана Хваталя знает или не знает? Знает. В это время, пока мы читали Саляту Аср, кто-то у кого-то угнал машину, плохое действие совершил, воровство. Аллах Субхана Хваталя знал или не знал? Знал. Аллах Субхана Хваталя знает все, будь оно хорошим или будь оно плохим, будь оно уже произошло, Аллах Субхана Хваталя знал, или еще не произошло, но произойдет, Аллах Субхана Хваталя об этом тоже знает.